Всем привет, ребята! С вами ZergTV. Ну, если вы помните, в конце этого года я очень надеюсь, что у меня появится возможность наконец-то заняться ремонтом своей собственной студии, своей собственной квартиры, которую мы сейчас ждем, пока она достроится. И как раз в этот период со мной связался один из моих зрителей, который работает в компании Vira ArtStroy. И хочу заранее его поблагодарить в будущей помощи при подборе дизайна, интерьера и так далее. Давайте посмотрим ролик, который они специально приготовили. Он есть также у них на YouTube-канале. Если вы захотите, вы всегда сможете воспользоваться услугами этих ребят. Взгляните на канал дизайн-студии интерьеров Vira ArtStroy. Еженедельно здесь выкладываются видео о новых интерьерах. Vira ArtStroy – это 17 профессиональных дизайнеров интерьера, 23 года работы компании, 1000 созданных квартир, более 100 объектов на данный момент на разной стадии ремонта и 3 года гарантии на работы. Даже если вы не планируете ремонт квартиры или дома прямо сейчас, стоит подписаться на канал, чтобы по деталям собирать свой будущий интерьер мечты. Поддерживаю. Поехали. Тиран, погнали. Все, хочу колоссов. Сталкер с блинком, колоссов такой старый олдскульный стиль. С поздними апгрейдами. Буду играть как Рейл. Без грейдов. Рейды не нужны. Правильно? Недостаточной энергии. Качает. Пипец, рабочий уже заранее на халде. Типа фейк? Не верю. Ой-о-о. Жизнь за айф. Нам потребуется больше пилонов. Надо построить больше пилонов. Всю карту проверил. Нигде прокси нет. Вот просто всю карту проверил. Все проскаутил. СС так не сколотил во время Близкона. Сюда нельзя ничего вызывать. Нам нужно больше минералов. Я здесь. Среди детей. Недостаточно минералов. Че? Так, ну что это? Хили он? Эй, у нас мало минералов. Видимо, да. Особую честь. Нам потребуется больше пилонов. И богу не вкуриваю, где он умудрился поставить барак. У меня пробка у него на базе. Может, он еще и не заметит? Братан, ты же не заметишь? Я правильно понимаю? Так, факторка там. Чего? Что? Чего? Чего только не увидишь на Ладаре? Ёб твою мать. Ёб твою мать. Это же вообще зашквар. Недостаточно минералов. Это же кем надо быть, чтобы такую херню вытворить? И самый главный прикол, как это разведать? Я по бараку кликнул только что фокусом. Четыре раза. Почему? Черт побери, оно не работает. У нас тут пилон под обстрелом. Пистон. Пацан решил построить соплай, нашел прокси-пилон. Я херею, как людям везет. Профессионалы. Профессиональный высочайший уровень. Кто-нибудь видел вообще подобное хоть раз? Я твою гостя от него ломал. Недостаточной энергии. Сейчас будут баниши с инвизом. А, псалм мне нашел. Ой, что такое? Нам потребуется больше пилонов. Пилон, чтобы ты барак не мог построить. Построй больше пилонов. Сейчас я свою базу акуплю первую, в которую я выхожу. Да, минус ксм, отлично. Охудеть просто. Вы видали? Недостаточно минералов. Я считаю, у него грейт готов, кстати, на этих на тех самых ребятах. Пробку оставим на холду. Так, это дело оставим сюда. На всякий случай, пилончик снизу. На всякий случай батарейку здесь. Надо, короче, здесь везде вешать апсов. Сюда нельзя ничего вызывать. Играем ультра надежно. То есть я готов к баншам, я готов к воронам, я готов почти к циклонам, сейчас, когда вот эти вот ребята доделаются. В принципе, у меня лимита достаточно. Пилончик до контроля карты. Так, лишние пробки на третью базу. В центре еще одну запасную. Газилки. Пока время есть. Контроль карты отличный. Один за его четвертый. Такой вот аккуратненький патрульчик. Не мог в пони запройти мимо меня. Никак не мог. Даже Аллах мимо меня бы не пролетел. Так, один гейт. И вот это дело сюда. У меня пять гейтов. Мне нужны сталкеров побольше. Так, он занял третью базу. Значит, можно сделать вот так вот. Забустить все три нычки. Танк. Это очень пассивно, скучно, оборонительно и неинтересно. И теперь самый главный момент. Что примечательно, на момент, когда я играл против этого терна, я не имел понятия вообще, что он делает. То есть, если вы заметили по миникарте, я физически толком не видел его нормальных юнитов. Я видел только танки. Но все равно еще непонятно, во что он перестраивается. То есть, переходит ли противник в воздух раньше времени. Или он сейчас делает акцент сильный на землю. Может быть, у него копятся торы с танками, с гелитронами или что-то в этом духе. То есть, обязательно важно терна проверять на предмет в любой момент времени, во что он играет. То есть, если ты не увидишь своевременный свитч в воздух, потом будет слишком тяжело играть с землей. И перестройка из земли в воздух у процесса происходит, ну, как и у терна, довольно-таки долго. Конечно, за счет бустов можно это все время сэкономить, но сами понимаете, что сейчас у меня в лимите из антивоздуха нет вообще ничего. А если он уже начал делать батлов, то даже три батлкрузера, которые могут ко мне сейчас телепортнуться, уже станут для меня катастрофической проблемой. Поэтому, собственно, я играю в воздух, понимая, что он играет в технику, игра затягивается, и мне нужно как можно быстрее быть, ну, более боеспособным, чтобы драться с его вот этим сумасшедшим дозболом. Потому что все эти зилы, ты сталкер, и все это справиться с таким лимитом не может. Поэтому будьте внимательны. Ну, а что будет дальше, вы увидите уже совсем скоро. Пену снял, я видел. По-моему, я классно контролю карту, вам так не кажется? Вот куда ни плюнь, везде я. Я повсюду. Я everywhere. Так, на всякий случай. У меня есть вообще форжа? Что это? Что это? Нет. Разработка завершена. Где? Да. Так, 4-й. Да, 4-й. Отлично. Все бусты, короче, в апгрейды. Рабов уже не перебор. Так, 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 так. Так, экономика шикарная. Циклоны с 0-0 грейдами, значит, возможно, там воздух. Единственное, о чем я сейчас не подумал, это воздух. Просто проще вот так вот. У меня форжи нет даже для грейдов на щиты, это херово. Может, мне пару фотонок все-таки надо поставить. Или миллиард... Миллиард туреток. Минералитическая матрица активирована. Порез там воздух, я все равно готов. Не хватает энергии. Всяких рабочих, вот этих гиллионов. Так, эти ребята готовы забегать. Иллюзия залетает. Паша, он все так комфортно чувствует, как будто... Да чертов ты демон, как тебя разведывать? А, блин, я же забыл про главную особенность этой карты. Так, надо, короче, забегать с разных щелей. Не выйдет, у нас уже максимум. Едетическая матрица активирована. Сюда нельзя ничего вызывать. За Арканиса. Я притом славно. Неудрить там танков. Да, нельзя. Припасы на максимуме. Охереть, стенка. Вы это видите? Мы истощили месторождевого минерала. Выход из убийства. Не выйдет. У нас уже максимум. Улучшение завершено. Мы обретем славно. Так, что-то там прогрессированы щиты, да? Я говорил. Так, четвертая база. Все, надо куда-то рабов девать. Перебаза, да? Дальше? Ой, какой трек. О, да. Я сам себе его заказал, да. Какой трек. Это трек. Это что было? Это он ко мне идет или нет? Или нет? Или нет? Или да, или нет. Нет, это он ко мне не идет. Короче, надо взять сталкеров. Идеть куда-нибудь. Пустим, Грейда. У нас тут билон под обстрелом. У нас тут билон под обстрелом. У нас тут билон под обстрелом. Ой, еще раз. Да, нельзя. Наша база захватает энергии. Плевать на твоих гелионов. Нельзя на чего вызывать. Теперь самое. Мамка! Мамка, 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 мамка. Короче, нет времени объяснять. Пацаны, убейте друг друга, пожалуйста. И через шифт потом отдайтесь. Где мамка? Мамка! Грейды на воздух. Грейды на щиты. По-моему, у меня уже нормально все, да? Во всякий случай. Ой, минус пара гелионов. Так, че, че, че? Это все, что у тебя есть? Пошел отсюда. За щеканский террин. Ой, минус иконы. Минки. Смотри. А! Это было смешно. Че там, когда уже 200 лимита воздуха-то? Короче, ждем мамку и идем ушатывать. Блин, рейнер, если б ты так подсказывал, причем еще и всем игрокам всегда бы, где че строить надо, как играть, как убивать. Не уйдет. У нас уже масса. Короче, имморталов надо код деть. Нахрен мне они нужны. 18 мне уже, да? Погнали. Сентрия. Ну ладно, тоже можно угарнуть. Наши зонды атакованы. Он сейчас такой, наверное, думает. Блин, у него земля, наверное. Ой, там радарных вышек стока. Теперь просто показываю, как выигрывать 40 в 2, пацаны. Показываю. Один раз. Воу-воу-воу-воу. Ни хера там Торов. А может и не показываю. Направляем. У нас тут пилон под обстрелом. Преносить. И вот тут одну вещь забыл, к сожалению. Семь. Часть. Цена. Ну, это улучшение завершенного. Я сперва и дизер иссяк. Только не нападай на меня ближайшие 30 секунд. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Тридцать секунд. Просто не нападай. Улучшение завершено. Сюда нельзя ничего вызывать. Сюда нельзя ничего вызывать. Я тебя прошу. У тебя будет круто. У-ху! Погнали! Веселуха у Децила дома. Танцует вся квартира, потому что нам плохо. Наши воины вступили в битву. Наши воины. Наши воины из Under Attack. Ух ты меня ныщики пошел нести, братан. Серьезно? Че, как дела с продакшеном? Мне, короче, всю эту херню зафокусить. Чтобы ни хера вообще не осталось. Наша база атакована Ох ё Ох ё Просто чтобы был барак Все это дело убить Так Шестерка Оп И рекол домой Погнали Давай драться Ой, лимит танков Как же это круто F2 клик, бро Давай Что там, мех террин убить Протосом невозможно Сложно-сложно Ни хрена не понятно Люблю расу, которую контролить не нужно По-моему, он так здорово Оооой ГАГА ИЗОРД ИИИИИЗОРД Прости ИЗОРД Я не потерял ни одного юнита Не спрашивайте, какие ты сделал О, тоже шикарная песня Ну как вам, зашло? Ну, это единственный способ пробить такого жесткого мех терна Который сидит в обороне под миллиардом туреток Это просто добраться до его произведящих зданий Убиваешь все произведящие здания Терн будет тысячу лет отстраиваться А я в любую секунду могу вартнуть 10 или 20 архонов В догонку к какому-нибудь лимиту То есть, да, я мог вартнуть 20 архонов И 10, и 20 Не, ну 20 нет 10, да, 10 точно мог 20 гитов на 3000 виспена Ну че, че кого? Вообще, последний раз у меня очень давно такая штука заходила с мазершипом Что прям вот четко рекольнуть на мейн Чтобы это довело игру до победы А так нереально все эти туретки, планетарки Давайте посмотрим вообще, что у него было в принципе Ну, вы видите, да, он начал отстраиваться У него могло бы здесь 20 туреток стоять Здесь могло 3 планетарки стоять Здесь могло все в планетарках стоять Кстати, он довольно-таки быстро начал восстанавливаться У нас обоих такой маленький, немножко неприличный банк ресурсов Но я-то его все равно быстрее потрачу Потому что у меня бусты И миллиард гитов Лимит у него был, конечно, вот здесь страшный Особенно под туретками-пунетарками С вороном, с гастами, с ЕМП Это дикая сила Естественно, ему тоже надо было бы Отказываться, короче, от танков Жесткая хрень Причем он начинал играть в пехоту А потом пошел в мех В какой момент он передумал Что его остановило Я его еще, кстати, поджал в начале очень неплохо То есть он с самого начала играл и в бараки, и в заводы Какой-то полумех, полубиотерна Короче, он сам не понял, во что играл Зачем здесь 3 барака Видимо, передумал А что заставило ты его передумать? Вообще ничего не видел, ничего не знал про меня Странно Очень странно Ну, по-моему, норм Мне зашло, не знаю, как вам О, прикольно Изард Напомню, что эти и подобные ролики Еще более интересные, более насыщенные И более эпичные Есть в соответствующих полистах На моем ютуб-канале Есть игры ZergTV в один на один Есть полисты с турнирами профессиональными и непрофессиональными Есть также полисты с записями игр зрителей Так что отправляйтесь ко мне на ютуб-канал Если вы уже на нем смотрели это видео Наверное, вы уже видели, что полистов на канале действительно много Выберите для себя наиболее интересные И чекайте их почаще Потому что видео на мой канал добавляются практически каждый день Удачи и до скорого Увидимся на стримах Напомню, что все ссылки в описании Еще раз спасибо Вира Артстрой